И самое интересное для тех из вас, впереди новый сезон туристический, как же многие, наверное, планируют путешествовать, чего я вам крайне желаю, и в Переславле побывать в том числе. И вот некоторые нюансы взаимоотношений между вами, друзья, и гостиницами. На мой взгляд, это очень важно и очень интересно. Во-первых, почему именно эту гостиницу я выбрал? По простой причине. Она дешевле. Потому что я говорил в предыдущих видео, и буду говорить, что я не вижу смысла останавливаться в дорогих номерах. Я не вижу смысла переплачивать за дорогую мебель, за телевизоры, которые мне не нужны, я не для этого приезжаю в города, там, не знаю, вай-фай какой-то. Это мне не надо. Зачем я буду переплачивать вдвое, когда есть дешевый номер, где можно поспать, привести себя в порядок, там, покушать, еще на балкон сходить? Не вижу смысла переплачивать. А когда человек собирается, планирует куда-то выехать, когда человек планирует куда-то выехать, он сначала шерстит сайты, сравнивает цены, естественно, перезванивает. Я в три гостиницы звонил, разыгрывается вот такой сценарий. Я звоню, вот такой, включаю режим простачок и говорю. Я собираюсь там переславлять, приехать, вот сравниваю сейчас цены, условия, сориентируйте меня, какие у вас есть, что вы можете предложить. И поскольку я понимаю, что февраль месяц, поскольку я понимаю, что гостиницы стоят пустые и номера у них есть и дешевые тоже, то сценарий почти всегда один и тот же. Мне говорят, вот буквально, буквально за пять минут, вот за пять минут до вашего звонка в нашу гостиницу въехал на постой батальон солдат. Все дешевые номера заняты, остались только люксовые или полулюкс. Спасибо, я еще поищу номера и сразу нафиг такие гостиницы. Самое противное в этой ситуации, что ты знаешь, что тебя обманывают, но не можешь это проверить. Ну, не хотят, как хотят, не нужен клиент, до свидания. А здесь меня подкупила, значит, прямота какая-то, я позвонил, там есть номера, да, конечно, есть. А сколько стоит? Сколько заявили на сайте, столько и стоит. Еще и скидка сделали, сто рублей. Мелочь, но приятно. Приятно, когда ты получаешь ту информацию, которую как бы видишь на сайте. Ты ожидаешь это и это получаешь, а это всегда приятно. Поэтому я здесь. И когда вы едете в туристические выезды, в отпуска, я считаю, что в принципе туризм должен быть доступным. И доступным не богатым людям, а людям с весьма средним достатком. Простым работягам, вот как и я, например. Мне интересны в жизни некоторые вещи. И вот в таких вот городах, например, я их получаю. То есть, вот туризм должен быть доступен. И дешевые гостиницы, дешевые номера в гостиницах должны быть тоже доступны в том числе. В том числе. Это важно. Как забронировать номер на сайте одной из гостиниц я нашел шикарнейший документ. Я его здесь накачнул, распечатал и сейчас он у меня. Вот это важно, друзья. Называется этот документ правило предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации. Правило предоставления гостиничных услуг в 2018 году. Утверждено правительством. Бла-бла-бла 4 марта 2018 года. Полтора года назад. Часть третья. Порядок и условия предоставления гостиничных услуг. Я вам зачитаю, друзья, только два пункта, касаемо бронирования. Касаемо бронирования. А потом сначала прочитаю, а потом расшифрую, о чем идет речь. Потому что написано весьма витиевато. Я вам это читаю вот по какой причине. Многие считают, действительно верят, что для того, чтобы куда-то съездить, чтобы забронировать номер, нужно бронировать его через сайт. Не буду их называть намеренно. Понятно, что на каких сайтах можно забронировать номер. Наряду с этим, параллельно вместе с этим, у любой гостиницы есть свой сайт. На этих сайтах гостиничных есть контактные номера, есть телефоны, есть адреса электронной почты. Как с гостиницей связаться? Поэтому все вот эти вот посредники, которые якобы предоставляют услуги бронирования, не нужны. Потому что вы рискуете, почитайте правила использования их услуг. Вы рискуете потерять свои деньги. Вы рискуете потерять свои деньги. А вот теперь я почитаю. Бронирование. Два вида существует. Гарантированное бронирование номера и негарантированное. Между ними есть интересная разница. Разницу эту важно понимать. Это стоит того, чтобы подать на это время. Я читаю. Гарантированное бронирование. Вид бронирования, при котором гостиница ожидает потребителя до расчетного часа дня, следующего за днем запланированного заезда. В случае несвоевременного отказа от бронирования, опоздания или не заезда потребителя, нас, вас, да, с него или с заказчика взимается плата за фактически простой номер. Но не более чем за сутки. Я расшифрую. То есть вы договорились с гостиницей, что вы заедете 1 числа в 2 часа дня. Не приезжаете в течение дня после этого времени. То есть до 2 часов вторника вас нет. Фактически этот номер закрепляется за вами. И вы его оплачиваете, если не приезжаете. Как происходит оплата? Очень просто. При данном виде бронирования, который широко используется посредниками, разными сайтами, при бронировании вы указываете номер своей карты, на которой замораживается эта сумма. Сумма равная суткам проживания в номере. И потом, если вы не приезжаете, она автоматом списывается. И вы подтверждаете, бронируя номер, что так и будет. Да. А случится может все что угодно. Все что угодно в жизни. Машина сломалась, планы переменились. Все что угодно. Вы не воспользовались услугой, а деньги заплатили. Удобно? Вам? Нет. А сайтом? Да. Посредники на этом зарабатывают деньги. И второй вид бронирования. Второй вид бронирования, которым я пользуюсь. И ни разу не было отсечки. Ни разу. Второй. И не гарантированное бронирование. Не гарантированное бронирование. Читаю. Не гарантированное бронирование. Вид бронирования, при котором гостиница ожидает потребителя до определенного часа, установленного гостиницей в день заезда, после чего бронирование аннулируется. Расшифровываю. Вы звоните в гостиницу. В гостиницу звоните. Номер в любом случае есть. И говорите, что вы планируете заехать первого числа в два часа дня. День заезда обозначен гостиницей. Обычно где-то часа в два, в три. Если вы планируете заехать в два часа дня, и вас ждут с двух до трех, если вдруг по каким-то причинам вы задержались, вы немного заплутали в городе, решили поснимать, зайти в музей, или что-то изменилось в вашем маршруте, а в пол четвертого звонит кто-то другой и претендует на ваш номер, и ему сдадут ваш номер. Это не гарантирует на бронирование. Но в оговоренный час, если вы говорите, что я приеду в этот промежуток времени, и вы приезжаете, номер остается за вами. В этом разница. Никаких списаний, никаких неустойек, ничего этого вы в любом случае получаете номер. Вы в любом случае заезжаете в него, если вы выполняете условия, и в любом случае не теряете ни копейки. Понимаете? Я пользуюсь вот этим видом бронирования, и всегда звоню напрямую в гостиницу. Многие позвонили в гостиницу, им что-то не понравилось, и они, не объясняя своих мотивов, уезжают в другую гостиницу. Что-то не понравилось, что-то не устроило, что-то подсознательно смущает. Позвонили в другую гостиницу и уехали туда. А гостиницу, в которую вы звонили, даже понятия не имеет, что случилось. Понятно дело, вы не обязаны объяснять свои действия. Это понятно. Но если вы позвонили в одну гостиницу, потом позвонили во вторую, и решили остановиться во второй, будет правильно все-таки позвонить в первую и сказать, что вы, во-первых, не приедете, чтобы вас не ждали. Чтобы все-таки не держали даже при негарантированном бронировании номер за вас в определенный час. И, во-вторых, для того, чтобы понимали причину, почему вы не приедете. Может быть, дорого. Может быть, у вас не устроило отсутствие чего-то в номере. Может быть, удобство вынесенное на этаж, это для вас неприемлемо. Например, как для меня. Для меня удобство в ванной и туалет должен быть в номере. То есть, гостиница должна понимать, в каком направлении ей становиться лучше. В каком направлении ей работать. То есть, должна быть какая-то конкретика. Вас это не затруднит, это минутное дело, а гостиница это очень сильно помогает. Поэтому, если вы перезваниваете в разные гостиницы и выбираете одну, позвоните в предыдущие, скажите, я не приеду, меня не устраивает то-то и то-то. Всего доброго. Это минутное дело и не затруднит, в общем-то, ничего вам не будет стоить. Вот. Так же сделал я. Вот. Эту гостиницу я подзвонил второй. Меня все устроило. Устроили цены. Устроило расположение. Устроила комплектация номера. Ничего лишнего здесь нет. Не обращайте совершенно никакого внимания на то, что гостиница снаружи выглядит непрезентабельно. Это не критично совершенно. Гостиница и не должна быть измазана сусальным золотом. Это не икона. Зато внутри тепло и комфортно. А это важно. Удачи. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok